Грузовые автомобильные сообщения Китаем и Приморским краем было открыто. Тем временем жители Забайкальского края скупили за неделю трехгодичный запас медицинских масок на фоне панических настроений из-за распространения коронавируса. Аптечные сети решают вопрос о закупке дополнительных медицинских масок в связи с повысившимся спросом на них. Дефицита противовирусных лекарств в Забайкале нет, уверяет правительство края. Тем временем зараженными в стране остаются два человека. Они оба граждане Китая. В Таиланде врачи нашли эффективную комбинацию из уже существующих лекарств, которая справляется с коронавирусом. 71-летняя пациентка, поступившая в крайне тяжелом состоянии в одну из клиник Бангкока, пошла на поправку после того, как для ее лечения врачи применили осильтамивир, препарат от гриппа, и ритонавир, лекарство от спида. Через 48 часов после начала лечения тест на коронавирус показал отрицательный результат. Как сообщают СМИ, ранее британец Конор Рид поборол коронавирус с помощью другой комбинации – виски, смешанного с медом. По его словам, так бороться с заболеванием его научили родители. Думаем, нашим соотечественникам этот метод тоже придется по вкусу. Напомним, ранее о вирусе рассказал в интервью без галстука Андрею Кузьмину, доктор биологических наук и профессор Казанского федерального университета Альберт Резванов. Все очень настороженно и заинтересованы с научной точки зрения, смотрят на развитие ситуации. Не скажу, что ситуация какая-то суперновая. Такие вещи повторяются из года в год в разном масштабе. И очень важно, во-первых, предпринимать все правильные меры карантина, во-вторых, контролировать ситуацию. Ранее Министерство науки и высшего образования России продлило каникулы студентам, приезжающим из Китая из-за угрозы распространения коронавируса. В связи с этим в Казанском федеральном университете рассмотрят возможность организации для обучающихся из КНР освоения образовательной программы дистанционно. Вузам рекомендовано продлить каникулы для граждан Китая, выявших на родину на каникулы. Собственно говоря, мы сейчас готовимся к работе в рамках этого приказа, подготовили информацию для ребят, проработаем технологии отправки этой информации, где мы будем, наверное, рекомендовать все-таки не возвращаться в Российскую Федерацию до 2 марта. Камиль Гимазденов, Универньюс.